Мамочки и детоньки, те, кому срочно нужно по английскому помощь. Елена Владимировна с вами, преподаватель по школьным предметам. Смотрите, вот что нужно сделать для четвёртого класса. Дело в том, что в английском языке гологольчики, они меняются, так же, как и по-русскому. Чтобы сказать что-то в настоящем времени, можно брать go. Это я коротенько. А чтобы сделать прошедшее время, нужно брать другую форму. Вот какая она. Went. Смотрите, я иду, будет I go. А я ходил, будет I went. И так для всех местоимений. Для I, you, he, she, it, we, you, they и так далее. Поняли, да? У ride будет road. Видите, было ридее, стало родее. Так будет в настоящем, а так будет в прошедшем. Глагольчик to be очень важный. У него две формоньки. Was или же were. Глагол иметь тоже очень важный. Я имею, I have. А я уже когда-то что-то имел. Когда-то у меня что-то было. Это будет had. Глагольчик «бежать» изменится у нас на одну буковку. Видите, рун, а будет р-ан. Гет будет год. Самое ужасное, глагольчик «думать». Think. Вот сейчас будет жесть. Думать будет think. А вот так вот будет думал в прошедшем времени. Итак, друзья, это колоночка настоящего времени, а это колоночка прошедшего времени. Вот и все.